За 30 лет становления и развития Казахстанско-Американский Свободный Университет гармонично осуществляет три ключевые миссии – образовательную, научную и социальную. Стремление КАСУ влиять на социально значимые процессы в стране, регионе, городе, принимать участие в поддержке талантливой молодежи находит отражение в различных социальных программах и проектах, действующих как внутри ВУЗа, так и за его пределами. КАСУ предоставляет своим студентам уникальную программу финансовой поддержки, не имеющую аналогов в Казахстане. Она позволяет значительно расширить образовательные возможности талантливых студентов, снять или облегчить финансовую нагрузку на обучение за счет поддержки американских партнеров университета и личного фонда президента КАСУ. В поисках одаренных детей и в целях развития у школьников интеллектуального и творческого потенциала на базе ВУЗа ежегодно проводятся предметные олимпиады для учащихся выпускных классов средних школ Восточно-Казахстанской области. Олимпиады проходят по трем направлениям – казахскому языку и литературе, истории Казахстана и английскому языку. Победители этих олимпиад тоже становятся обладателями грантов президента КАСУ. Я принимала участие в ежегодной олимпиаде КАСУ по казахскому языку и литературе, победители которой получают бесплатное обучение за первое место и скидку за второе и третье места. Мои результаты были высокими, и я получила скидку на обучение в размере 50%. Далее за хорошую успеваемость я получила грант КАСУ, за что очень благодарна своему университету. Наша мечта была получить высшее образование. А чтобы получить его, нам руководство сделало поддержку материальную, моральную. Мы учились бесплатно, за что благодарны президенту этого университета. Учеба далась нелегко, но благодаря преподавателям, за их учение, свет, вдохновение, мы закончили и защитили диплом. На основе взаимовыгодного сотрудничества КАСУ со школами региона решается актуальная проблема профориентации учащихся старших классов. В 2022 году по инициативе президента КАСУ на безвозмездной основе стартовал проект «Профильные классы», участниками которого стало более 20 школ региона. Модули профильных классов предусматривают направления, соответствующие образовательным программам кафедры университета. Английский язык, основы предпринимательства и бизнеса, информационные системы, психология, право и международные отношения. Обучение осуществляется ведущими преподавателями и иностранными партнерами университета. В процесс подготовки включено знакомство с образовательными программами, преподавательским составом, со студенческой жизнью этого уникального вуза. Профильный класс КАСУ – это проект, который осуществляется на двух языках. И, конечно же, в нем принимают участие непосредственно наши преподаватели. Также наши школьники принимают участие в гостевых лекциях наших иностранных партнеров. И самое главное – это специфика предполагаемых образовательных программ, которые выбирают дети в процессе обучения. И это как раз-таки возможность того, чтобы выбрать эту профессию на всю свою жизнь по их предпочтениям, по их особенностям, по их индивидуальным способностям. Выпускники профильных классов получат не аттестат о среднем образовании, а диплом выпускника профильного класса КАСУ. Это, конечно, даст им право не только учиться в нашем университете, но и получить индивидуальную скидку. В 2023 году в Казахстанско-Американском свободном университете реализовывался социальный проект развития служб школьной медиации как способ предотвращения конфликтов и развития толерантного поведения в образовательной среде. Этот проект был нацелен на директоров, учителей и учащихся школ, которые прошли бесплатное образование, подготовку у профессиональных медиаторов и практикующих психологов. Этот проект охватил более 400 участников из 82 школ Восточно-Казахстанской области. Проект по созданию бесконфликтной среды в школах области осуществлялся по инициативе и при поддержке посольства США в Казахстане. В процессе его реализации в университете открыли учебный кабинет медиации, который стал моделью для создания школьных служб медиации по всему Восточному Казахстану. В церемонии открытия принял участие от чрезвычайный и полномочный посол США в Казахстане Дэниел Розенблюн. В 2022-2023 годах в Казахстане был реализован международный проект «Медиаграмотность» как ключ к формированию компетентного общества медиапотребления среди подростков, профессиональных журналистов и преподавателей вузов для повышения устойчивости общества к дезинформации. Проект охватил весь регион. Занятия с целевой аудиторией проводили преподаватели КАСУ, в том числе иностранные, в виде гостевых лекций и занятий в онлайн-формате. Для школьников был организован летний лагерь медиаграмотности. В рамках данного проекта в КАСУ открыли «Медиахаб», который стал каворкинговой площадкой для прошедших курс обучения по программе, будущих журналистов, а также молодых людей, которые хотят самовыражаться через медиатворчество. Благодаря команде специалистов КАСУ, реализующей проект «Практические фундаментальные тренинги по журналистике и цифровой грамотности для сельской молодежи в казахских селах», школьникам Восточно-Казахстанской области удалось освоить основы журналистики, цифровую грамотность, научиться пользоваться социальными сетями, создавать интересный и полезный видеоконтент. В команду вошли профессиональные журналисты и успешные студенты КАСУ, обучающиеся по специальности информационные системы. Занятия прошли в форме выездных тренингов по всей области. КАСУ, как центр притяжения и циркуляции всего нового, прогрессивного и творческого, всегда принимает участие в продвинутых международных проектах, направленных на развитие общества. В университете реализуется проект «Креатив Спарк», миссией которого является развитие креативного предпринимательства у студентов и молодых бизнесменов, продвижение креативной экономики на востоке Казахстана. В ВУЗе открыт «Креатив Хаб», на базе которого реализуется этот проект и другие творческие инициативы международных партнеров КАСУ и студентов ВУЗа. Например, проект «Арт-терапия», который был запущен в КАСУ еще пять лет назад, при поддержке иностранных партнеров, направлен на гармонизацию личностного развития, приобретение способностей самопознания и самовыражения. Это может быть любой вид творчества – рисунок, танец, лепка из глины, фотография. Проект нацелен на подростков и людей в трудной жизненной ситуации. Занятия проводят опытные психологи, теперь и в выездном формате, для воспитанников детских домов и центров для особенных детей города Усть-Каменогорска. В юбилейном году Серебрянский дом-музей имени Инюшина получил в подарок от КАСУ компьютерную технику. В составе Комитета по культуре и духовному согласию при общественном совете наш коллектив постоянно бывает на знаковых мероприятиях в области, в районах. И вот в прошлом году, встретившись с коллективом созданного музея Михаила Васильевича Инюшина, созданного жителями города Серебрянска, мы спросили, чего не хватает? А они говорят – компьютера. Я в этот же день зашел к Ержепу Альхаирычу, сказал вот об этой проблеме. И он поддержал, он всегда откликается на конструктивное предложение и на обоснованные просьбы. Компьютерная техника была передана в руки региональных активистов, которые доставили ее до Серебрянска и вручили коллективу музея. Теперь работа по оцифровке музейного фонда успешно продолжится, облегчится труд музейных работников. КОСУ давно стал эффективной площадкой для проведения социально значимых мероприятий международного и республиканского масштабов. Симпозиумов, конференций, форумов, круглых столов, обучающих семинаров и тренингов, на которые приглашаются представители различных сообществ региона – Акимата и Маслихата, казахстанских партий, промышленных предприятий, профсоюзов, образования и культуры, органов самоуправления и активной общественности города, студенчества и школьников. Молодежная политика ВУЗа направлена на самореализацию, созидательную и гражданскую активность подрастающего поколения как потенциала будущего Казахстана и мира. Характерно, что определяющим фактором социальной активности ВУЗа является прогрессивная настроенность его руководителя, Ережепа Мамбитказиева, заинтересованность лидера в поступательном развитии мира во благо человечества. Касу, как международный ВУЗ, с первых дней своего существования осваивал не только мировой опыт в области науки и образования, но и учился прогрессивным механизмом социальной ответственности и служения обществу. Именно поэтому в Касу, одной из первых в регионе, была создана ассоциация волонтерства. ВУЗ активно пропагандирует различные формы гражданского участия среди населения, проводит обучающие тренинги. Волонтерское движение Касу постоянно взаимодействует с акематами области, города, принимает участие в социальных проектах и республиканских акциях. Студенты Касу обладают правдивым патриотическим сознанием. Они социально ориентированы, у них чуткие и добрые сердца. Студент Касу всегда с радостью придет на помощь конкретному человеку, городу, области или стране. Под патронажем Касу уже не первый год находится ветеран Великой Отечественной войны Светочева Анастасия Павловна. Мы, волонтеры Касу, не забываем нашего дорогого ветерана, Поздравляем ее в праздничные дни, Помогаем в будни, убирая двор каждую весну. В 2020 году мы сделали ремонт в старом доме Анастасии Павловны, Покрасили его снаружи и побелили внутри. Я очень благодарна студентам этого университета за то, что они помогли мне сделать побелку в доме. Нужно было привести большую работу, чтобы снять все, что было уже набелено. Они все это соскоблили, заштукатурили и привели дом в порядок. Также снаружи, что дом простоял 70 лет, нужно было заменить покраску. Мы тоже всю старую краску соскоблили, покрасили новой краской, привели в полный порядок. Этот визит был ознаменован значимой датой. Анастасии Павловне исполнился 101 год. Цветы и теплые слова, торт на праздничный стол, много ли надо пожилому человеку? Анастасия Павловна – замечательная рассказчица. Воспоминания о войне, о том нелегком пути, который довелось пройти этой героической женщине, впечатляли до слез. Встреча получилась теплой и незабываемой. Рассказы ветеранов остаются в наших сердцах и становятся памятью поколений. Центр для детей-аутистов «Шаг навстречу» – это особенный мир, где ребенка с инвалидностью не прячут от окружающих, а используют малейшие шансы, чтобы он был социализирован. Мы, волонтеры КАСУ с кафедры педагогики и психологии, стали добрыми друзьями и помощниками для коллектива Центра, созданного мамами этих особенных детей. В этот день мы посетили ребят, чтобы провести занятия по арт-терапии. Ребенок-аутист живет в мире внутренних переживаний. У него отсутствуют бытовые навыки и эмоциональная связь с людьми. Поэтому очень важно сначала наладить эмоциональный контакт с каждым ребенком. В Центре говорят, у нас не бывает маленьких побед. Ведь за каждым новым навыком, который приобрел особый ребенок, стоит титанический труд. Нам удалось настроиться с ребятами на одну волну, шаг за шагом увлекая их новыми действиями. Получилась целая экспозиция новогодних елочек, украшенных блестками. Дети были довольны, рады их мамой. А значит, арт-терапия работает. И нам все удалось. Жандаурен – это хоспис для пожилых людей, иначе говоря, дом престарелых. Здесь на пяти этажах живут пожилые, по сути, одинокие люди. У каждого из них своя судьба. Мы, волонтеры КОСУ, навещаем этих бабушек и дедушек в праздничные дни. Готовим концертные программы и подарки. Для многих из них это место стало последним домом. А какой же дом без гостей? Задушевных разговоров и вкусного чаепития. В преддверии Нового года наша группа волонтеров вновь посетила своих подопечных, чтобы порадовать их вниманием и новогодними сладостями. Переходя из комнаты в комнату, мы обменивались с хозяевами поздравлениями с наступающими праздниками. Кто-то был сдержанно приветлив, а в основном встречали эмоционально, с разговорами и шутками, радовались подаркам, а еще больше общению. Прощались с пожеланием новых встреч и с верой в новогоднее чудо. Жизнь в большой семье – это не только постоянный детский смех и радостные события, но также и огромная ответственность и значительные траты. В семье многодетной матери у разбег был Булбулхан – шестеро детей. За хозяина – старший сын, подросток. Государство, конечно, обеспечило ее отдельным просторным жильем, оказывает ежемесячную финансовую поддержку. Но без кормильца прожить трудно. Мы, волонтеры КОСУ, поздравили многодетную маму с Международным женским днем – 8 марта. Как говорится, всем миром можно справиться с непреодолимыми проблемами, а уж вырастить шестерых детей, достойных граждан Казахстана – это вполне решаемая задача. Главное, чтобы чье-то сердце отозвалось. А когда много сердец – это уже богатство. Республиканская экологическая акция «Таза Казахстан» стартовала 6 апреля с уборки территорий. Первая неделя так и называлась – «Таза Ольке». Наш волонтерский отряд приступил к уборке 13 апреля с самого раннего утра. В этот день все вузы вышли на улицы студенческого городка и прилегающие к нему территории. Получился один большой студенческий субботник. Нам достался участок по улице Потанина с отсутствием мусорных урн, плохим состоянием деревьев и высокой замусоренностью в кустарниковых зонах вдоль дороги. Поэтому потрудиться пришлось, не разгибая спин. Первый вице-президент КОСУ Жасулан Ерболович Байкенов задавал рабочий тон всем – и преподавателям, и студентам. Аким города Жаксалык Омар, объезжая город, застал нас в самом разгаре работы, поблагодарил за ударный труд, сказав, что в эти дни трудится весь Казахстан и нельзя оставаться в стороне. Навести порядок в своем городе – это дело чести. Привносить в жизнь воспитанников детских домов что-то увлекательное и познавательное, чему сами научились в ВУЗе, стало одним из направлений деятельности волонтерского отряда КОСУ. В этот день наш маршрут был проложен в детскую деревню семейного типа, которая находится в поселке Ахмирово. Тренинг «Развитие групповой сплоченности», ориентированный на подростковую аудиторию, был построен в игровой форме. Сначала мы с ребятами достигли того уровня сплоченности, который необходим для решения групповых задач. Потом предложили им задания, нацеленные на формирование навыков совместной деятельности и развития гибкости поведения. Получился очень веселый и подвижный тренинг. Подростки раскрылись, включились в командные задачи и почувствовали себя важной частью единого целого. 26 апреля 2024 года в честь 30-летия КОСУ администрация ВУЗа, педагоги и студенты, объединившись в одну команду, заложили именную аллею в Левобережном парке, символично высадив 30 молодых сосен. Первый саженец, как и полагается, посадил президент ВУЗа Ережеп Мамбетказиев, который поздравил присутствующих с участием в значимом юбилейном мероприятии. Посадить дерево – это прекрасная возможность оставить свой след на земле. Еще один. С большим энтузиазмом участвовали в посадке деревьев вице-президент КОСУ по международным программам и сотрудничеству Дэниел Беллост, первый вице-президент Байкенов Жасулан, проректор по молодежной политике Уразова Наталья, руководители структурных подразделений, деканы факультетов, преподаватели и студенты. Теперь эти сосны будут расти и крепнуть вместе с КОСУ, радовать усть каменогорцев и гостей города. В республиканскую экологическую акцию «Таза Казахстан», стартовавшую 6 апреля, влился и наш областной центр. Экологически чистый Казахстан невозможен без озеленения окружающего пространства. 27 апреля в районе горы Казахстан собралось множество добровольцев, желающих принести пользу своему городу, создать зеленую зону у подножья горы и вдоль аллеи, ведущую на смотровую площадку. КОСУ, как всегда, в авангарде. Наша студенческо-преподавательская команда внесла свой вклад в общее дело, работали с настроением и мыслью о том, как украсят зеленые насаждения. Это замечательное место у вершины горы Казахстан. Всего усилиями добровольцев было высажено 500 саженцев, елей, берез, ясеней и пирамидальных тополей. В посадке деревьев принял участие аким нашего региона Ермек Каширбаев, который отметил, что подобные акции помогают прививать молодежи любовь к малой родине, к природе, поднимать уровень экологической культуры общества. Казахстанско-американский свободный университет это частный университет международного партнерства со сложившимися своими традициями многолетними. Что особенно важно, университет изначально образовательную парадигму определил как служение. Служение коллективу, служение отечеству, стране, миру. Важно, что постоянно в ВУЗе реализуются социальные проекты. Нужно подчеркнуть, что благодаря грантам президента ВУЗа Мабетказиева Иржепа Альхайровича получают возможность бесплатно обучаться дети из малообеспеченных семей, сироты, талантливые ребята, у которых появляется возможность проявить себя и получить свою профессию. Волонтеры-студенты КАСУ они активно участвуют во всех мероприятиях и очень органично вливаются в волонтерское движение региона. Это самые различные проекты, направленные на развитие творчества детей и подростков, на помощь пожилым людям, на какие-то проекты, связанные с организацией пространств, благоустройства города. Примером гражданского мужества волонтеров КАСУ стала помощь в период пандемии, в январских событиях, в период большого пожара лесного в Абайской области, а также тех катаклизмов, которые коснулись Казахстан в этом году, большие наводнения. Девиз волонтеров КАСУ «Быть полезным значит быть счастливым». И ребята делают все свои добрые дела от чистого сердца, не на показ, не для поста в Инстаграме, а для того, чтобы быть сопричастным к большому делу, нести добро в этот мир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова